Валер погибла. Аврааменко Валер, ткань и трикотаж Валентина Николаевна. Очень и очень добрая женщина была. Она нам помогала для лагеря, ездила в Потеряевку, все. Господи, упокой ее в обителях небесных, в автокатастрофе погибла. Богу славу. Сегодня 9 мая 2020 года. Да, еще у нас не получилось до конца снять. Разрядилась. А тут фирма какая-то. Ну, тут она написана какая, можно прочитать. Вот. А за ней дальше бывший краевой суд, где меня осудили. А теперь там музей. Музей Алтая. Пошли. Музей Пошли со своим другом. Теперь там, где мы закончили летное бывшее училище, пройдем сейчас на одну дальше, на один квартал, если благополучно Бог даст. Благослови Господи. И оттуда тогда по центральному проспекту покажем все, что там есть. Ну, пошли. Нет, еще тут не ухать, еще тут. Пойдем. Вот так. Вот бабушка какая-то жила. Кто-то, наверное, вот так взяли забор ее, подправили. Он валялся тут, лежал. Это рядом нефтебаза какая-то, или как назвать ее. Ну, короче, так. Тут добывают за нефть деньги. Сейчас мы пройдем по этой стороне. Мы зашли на этот комсомольский проспект. Прошли прямо по дорожке, как положено. Очень богатая Роснефть, вот как называется. Нефтяная компания. Роснефть. Роснефть. А это проспект Томсомольский. Вот так. Ну, может быть, неладно. Роснефть толкает. Правда, видимо, это одна и та же надпись. Вот это рядом там с нами. Теперь по этой дорожке мы с ураганщиком идем. Никого нет. Я сам снимаю. Намотал на руку. Это сбоку присыпил на мордик. Чтобы рука была свободна. И вот. Игрант, пап. Видишь, и так. Игрант, и пап. Ну, все, ничего нет. Мойка. Автомойка, гранд-пап. Любит иностранные слова, а язык иностранный не редко кто знает. Это все одному хозяину принадлежало когда-то. Но он внезапно умер. Вот он. Аспект Томсомольский. Идем. Не пойму. Пошли. Пойдем. Ураганщик. Мы должны сейчас пройти там, где мы бросили дальше. И стал снимать аппарат. И я так немножко буду говорить, что это сегодня День Победы отмечается. Везде вот эти флаги. Любимые мною. Считай, это божественный флаг. Я это объяснял уже. Не один раз. Вот оно как. Все. Сюда и везде. До 40 кая может заразиться от одного касания. Ну, что, где идут люди, заботишься. Вот так. Так, вот так. Тут ягоды, как я и не знаю, что тут за ягоды будут. Это здание, которое сейчас проходим. Это вся миграция тут. Все иностранцы сбивали. Сейчас другое дали. Место здания. А раньше было здесь. Мы к ним приходили, чтобы дать объявление о нашем поселении. Ну, вот они как-то. Стратился на них, ходил. Машины везде. Машин много. Очень много. И везде флажки. Показывают. А спросишь, вот я вел занятия в пяти отделах милиции, в воинских частях. Тут в краевом городском УВД края. И у каждого нашивка эта. Стрехколор. Ну, три цвета. Повторяю, ни один ни разу не мог объяснить. Да вот что-то там. Когда-то вертикально оно было. Это там парижская коммуна. А при чем тут коммуна? Мы к ней какое отношение-то имеем? Не знают. Красная – это для всех одинаково. Рождается в крови. Кровавая жизнь с этим уходит. И далее смысл жизни. О рай небесном кто-то думать надо. Думать. Жить для этого. Для Бога. О небе. Голубая нить была у священства. Говорящая о небе. И белая. Белая – это великий белый престол. И сидящий на нем от лица которого бежали небо и земля. Не от престола, а от сидящего на нем. И оно вверх. И в таком порядке. Снизу вверх. В равной степени. Этот недавно дом строили. Пожалуйста. Два, три, четыре, пятиэтажные получаются. Сейчас стекло из стекла сплошь. Вот так придем. Атайхоз торг. Тоже необходимое. Где еще купить. Выгодно это дело покупать и продавать. Раньше это купечество занималось. Сословие целое было. И купец уже сразу представляет, что он богатый. Ну и, как правило, показывает. Физиономия его красная там чай пьет. Или купщиха. Как дьявол говорит безговорит. Найти бы мне семипудовую купщиху. Скрыть себе в ней. Сало. Ну ведь не такие же они все были-то. Были такие, которые уйдились для Бога. Вот идем по обыкновенному. По этой улице. Это не улица, это проспект. Хотя это улица. Вот какие здания, господь. Да, умудрил людей, как строить. Некоторые. А мы думали, в Барнауле тут так, что думают. 26 этажей даже есть. Вот оно все. Считай. Некогда. А вот это вот здесь. Вот. Айтида. Борьба. Какая-то такая. Жил жизнь. У нас один был, который занимался. И здесь там станет. Ну, ясное дело, что сильными делают людей. Давай. Просится. Зачем? Ну, боязнь, что-нибудь. Неладный в рот попадет тебе, и до дома не дойдешь. Все абсолютно, как бы не русское. Это никакие здания. Вот так работают люди. С юга, с юга, с юга. С юга, с юга, с юга. Вот они работают, где зарабатывают. Думаю, у них нет возможности работать. Они как могут, так и работают. Вот Новосибирск. Показано, куда ехать. Прямо простой космонавт. Ну, все. Ураган. Ну, пойдем. Не надо там еще трогать. Это опасно. Пошли. Я иду по этой стороне. Это тут как бы деревянная. А дальше там по этой вот улице. Это респект Комсомольский. Ходил, занимался. Тут 18 лет. Вот какое здание. Смотри. Вараул. Как это здание какое. Пошли. Рядом. 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 Люди ходят в масках. Я называю на морзнике. Вот его здание какое. Мы идем. А на этой стороне, она противоположная. Ну, конечно, голуби тут. А здесь рядом. Вот они. Видимо, прикармливают хозяева. И на крыше. И везде тут голуби сидят. Видишь, какие хорошенькие. Серенькие все. Вот оно. Вот оно. Здание какие. Похажем. Рядом дают еще мирное время. Но когда что-то начнется, как у других было в Израиле, в Иерусалиме, разрушение, камни до камня не останется. Вот будет. Не дай бог дожить до этого времени. Ну, вот какие-то туристы. Все. Повещенки в одних трусах тут ходят. Пошла надо сохранить ее. Привыкшую к этой вольности. Не просто будет сохранить. Вот. Деревянные дома все идут. Вот, говорим, улицы. Вот они, какие-то дома. Везде машины. Вот, видишь, какой золотовар. Пошли. Ураганщик. Не надо, ты на месте. Пошли рядом. Можете считать, сколько этажей. Все есть. А вот здесь вот нехорошее место было. Планирование семьи. Об Артарии, наверное. Не знаю, но говорят так. Что-то бочки. Я нигде столько не видел, как в Дании, Копенгагене. Как будто там вся странная велосипеды. А в Грецию приехали. Там все на мотоциклах. А тут и машины. Я думаю, мотоцикли. Ну, на велосипедах кое-кто сядет. Один-два проедет. Здесь уже пошли три, четыре, пять, пятиэтажные силикатные. Пьющие родители. Самые страшные воры. Вот все-таки нашли воров-то. А то говорят депутаты у власти. Нет. Четко и ясно прописано. Родители. Это правильно. Вот мы опять заходим на улицу. И какая интернациональная колонна. Как Муслим Магомаев поет. Тоже пять этажей. Ну, что ж. Ну, дом то ли подгорел. Ну, да, вверху видно горел. Хороший двухэтажный деревянный дом был. Все опустел. Кому-то земля нужна. Лес поджигают. А потом по дешевке покупают. Никого найти не могут. Но я еще помню те годы у нас был я маленький. Сохрани бог. У меня отец смотрел за порядком в лесу. Своих там околков потеряете. Ну, давай. Еще. Сходить надо, да? Ну, молодец. Вот это здесь дом деревянный. Вот видно, там горелое. Завуксовался. Пошли. Вот мы идем. Идем, идем, идем. В кино-то кто пойдет теперь? Театр, кинотеатр. Телефонные были будки. Все убрали. Это пока терпимо было. Сейчас посмотрел ролики. Там дети сделали прививки, там, вакцинацию. И они аутизмом болеют. Родители за родителями идут. А эти оправдываются не от этого. Ну, утром было. Болезни у всех одинаковые. Как так? Мы в разных местах живем. Совершенно нормальные дети. Ну, я посмотрел. Ну, и что делаешь? Плакать только хочется. Дети действительно хорошие ребятишки-то. И тут крутят глазами, там. Он ничего не знает. Уже видно, кем он будет. Почему? У дьявола только два греха определяются. Это ложь и убийство. Вот здесь непрерывно лгут. Вот там бил грязь. Он деньги, миллиарды садит, миллионы. Молиться за него надо. Талантливый такой человек. Так много сделал хорошего. Там гордовская система, говорят. Это системная, все это от него. Ну, меньше населения земли. Вот сколько этажей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Этажей. Ну, вот так. Шестнадцать этажей. Везде флаги. Ой, как красиво сделали. Красиво. Мой любимый флаг. Божественный. Неподражаемый. Так, пошли. Пойдем мы сваркать. Надо дойти до туда, где хотели. И завернуть обратно уже по московскому. Во. Мура-профи. Это что-то такое, с мочой связанное. Это тоже надо, многие болеют. А вот какой новый. Новый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, шесть. Пятнадцать и шестнадцать это там тоже. Там вверху еще штырь какой. Красивые дома строят. Мастера. Мактология. Аккуратно. Я все снимаю, сколько это можно показать. Тут аренда. Высоко. Как-то на стену умудряются прилепить вот эти. Как-то не знаю даже. На канатах спускаются или что. Вот эти колориферы. Вентиляторы. Везде. Мы доходим до летного училища. Высшее летное. Тут у нас отказал работать. А вот здание. Все облеплено. Какими-то вот этим. Вот это может быть самое G5 и есть. G5. Не знаю, красивая какая ограда была. Сколько же лет ее делали. Еще не сделаешь. Хотели отнять, говорят, Москва. Вот красный дом какой-то. Вот тогда был он один тут большой. А сейчас везде. Большие дома. Вот оно как. А вот отсюда, если посчитать, то что это будет? Барнаульский юридический институт МВД России. Значит, тут могут быть отовсюду. Вон какое здание хорошее досталось. Вот так. И ворота. Замещательно. И ворота. Барнаульский юридический институт МВД. Благослови, Господи, кто здесь. Чтобы были честными. А то пишут. Милиция, оборотни. Оборотни. То есть не те, за кого себя выдают. Во главе разных банк были в те годы. Те все открыто писали. Сейчас то ли этого не стало, то ли писать не разрешают. А вот памятник какой-то. Авиационная была когда. Так и оставили ее. Какая красота. Вот он дает газы. И газы вниз. А там летчик махонький. Сколько их погибло, молодых ребят. Это показать, чтобы что тут. Пятерочка называется. Ну что пятерочка? Непонятно. Что там пятерочка? Пять блюд может быть делает. А, улица Шкалова. На Шкалово этот училище было. Шкалово. Летчик Шкалов и училище летное. Вот так. Пошли скорее. Ой, ой, ой. 15, 11. Быстрее. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Перешли. Везде здания. На этих везде. Вадим висят. Маникюр, педикюр, шугарин. Шугарин. То есть шугают или что? Корень-то такой как будто. Что, голубки, на дороге вы у нас? Посторонитесь маленькие. Да и никого не боятся. Это ломбард. Что-то сдать и потом выгибать. Ну тут каждый год какой-то военный парад был, очевидно. Но сейчас его нет. Что здесь означает обувь? Нельзя разве так сказать-то по-русски обувь? Стоит человек и не знает, что тут написано. Олег Митяев. Как же Митяев? Митяев это Дмитрия так звали. Митя Митяев. А вот эта организация, в которой я работал. Здесь было... Ну, теперь тут другое совсем. Всероссийская пожарная. А тогда было... Ну, какое-то по снабжению... Оборудование сельскохозяйственным. Перевалочная база наша была. Ну, это мы почти уже после обеда. До обеда я упарился. Пришел у меня костюм там мокрый. Надел такой. Сейчас пошел без костюма. Рубашка, майка. Ну, ветер, солнышко. Вывесил все. На щит. Все. По колосению. И все. Высохло. Быстро. Ну, тут раньше были четыре этажа только. А там побольше. Побольше. Видно, что. Побольше. Ну, мы делаем поворот. Дубаи. Дубаи. Это государство какое-то там богатое, мусульманское. Подожди. Машины стоят. Знаешь, как называется? Пора покушать. Поесть надо, а не покушать. Покушать – это попробовать. Ну, вот мы пошли по этой новой улице, по Чкалово, да, и шли, и там мой аппарат отказался снимать. Ну, а сейчас мы пошли по отсюда. Это я шагаю, поэтому качается. Алтайский государственный технический университет имени Ползунова. Вот я в нем вел занятия, собирались по слову Божию, по изучению Библии, 18 лет. Значит, в этом здании мы тоже были. Там огромные корпуса. Еще не знаю, как раньше говорили, 21 тысяча студентов. Ну, и понятно, какой профессорский состав там, и другие учителя. Ректор был тогда Ивстегнеев Владимир Васильевич. У меня на фотографиях сохранилось. И зам его, проректор по учебной части, Семкин Борис Васильевич. Вон оно, корпуса какие. Это все его. Вон на той далекой, ну, далеко, там несколько сот метров. Ремонт в обуви. Видишь, как вот мусор соберут у мешки. Ясное дело, все это стоит дороже. Я в 92-м году в Америке ездил, и все удивлялся. Сколько же они тратят от осолофана. А сейчас здесь очень так же живут. Везде. Этот ремонт заграничный, как они называют. Горячий хлеб. Домашняя выпечка. Еще себе. Да где ж я его напищу столько. Значит, пекут хорошо. Иначе бы не рекламировали. Все еще не пойму, какая улица. О, еще одно здание. И они между собой, вот отсюда здание, с такими высоко коридорами, соединяются между собой. А, здесь приемная комиссия у них. Вон как. Я не знаю, видно, не видно, это будет. Пошли. Улица Горького. Горького это позади, который. А этот, а не Горького. Это поперек идет. Стоматология. Косметология. Принк-экспресс. Видите, сколько разных магазинов. Вот, пингвинщики стоят. Я ребятишек всегда звал, пингвинщики мои. Вон как. Пожарные лестницы. Стоматологическая клиника. Клиника, это что означает? Зубы ремонтируют. Насчитаю сейчас. Вон какие. Ну что, идем. Устал уже сегодня. Надо до дома добираться. Ты же просился, я тебя взял. Во, еще как. Олимпийский бассейн. Как это так? По милости Божьей. Олимпийский бассейн. Принадлежит к Полтунову, Ивану Ивановичу. К университету. Вот, в юге такие, на юге не будут лешать. А тут, пожалуйста. Сбербанк. Деньги. 75 лет победы. Улица Кирова. Улица Кирова. Кирова. Профессорская клиника. О, еще как. Что там? На большом уровне, на высоком? Или одни профессора только там? Это я такого не видал еще. Профессорская клиника. Во. Вот это да. Пошли. Пошли. Ой-ой-ой. Следующая улица там. Министерство здравоохранения. Никогда министерство не называлось. А тут сейчас везде министерство. Чего это-то изменится? Объявление. Ну, тут, видно, будет бассейн Кирова. В этом доме жил 180... Не могу никак узнать, кто. Жильцов Юрий Иванович. Энергетик. Политик, поэт. Ну, какой большой был. Барнаул город мой вдоль оби. Поросыпал огни. Ветер реку рябит с переливом они. Вот это считается поэзией. Решили. Ну, нет его. Оптика. Ее мрачало. Там старые дома еще стоят. Четыре этажа. Четыре, три. Шоу-рум. Вишня. А что ж такое? Вишня. 22. Непонятно. Вот. Дерлога. А, сауна. Дежурный работ. Дежурный работ. Не просто так. Сохваняешь. А вот фигуру сделали надут. И как будто головой кто-то издевает. Аптека. Пермерс-центр. Ой-ой-ой, сколько тоже. Не. Это мы идем уже так называемый Генниевский проспект. Бывший московский. Аллея. Медицинский университет. О-о-о. Это. Вот он какой. Наши тут знакомые закончили. Закончили его врачами и стали. Как красиво флаги глядятся. Какие-то нежные такие. Никаких лишних знаков. Божественной. Проповедь. Любому это можно сказать. Не стыдно. Это Господь так сделал. Я не знаю, тут ложи нет прочитать. Я не вижу даже, что там пишется нет. Одинатура, культура, спорт. То есть многопрофильный. Университет. Вот попал на полу. ГМУ 65. Красота. Объект культуры наследия регионального значения. В 50-е годы. Охраняется государством. С праздником победы. С автоматами. Мышевой камень. В 54-м году основана. Я закончил в 10-м лет в 56-м. Вот отсюда посмотреть, если какое оно здание большое. Раз, два, три, четыре этажа. Красавец Барнаул. Пекарня. Пекарня торта. Пекарня кондитерская. То есть голодной не будешь. Были бы деньги. Вот дальше у нас вот на этом углу, считай, оборвалось. Дальше мы не могли снимать. О! Там красный. Я его не видел. Иду, иду и не вижу, что там красный огонек. Вот видишь как. Здорово люди ездят. Пожалуйста. Дешево. И для здоровья полезно. Хоть для одной ноги. А здесь Никольский собор. Полковая церковь была. Вот он. На Ленинском. Полковая. Тут отец Михаил Капранов был. Как сказать? Постоятелем. А дальше там у них. Он даже на той территории деревянный, двухэтажный стоят в здании. Сохраняю. Традиц. Кооперативный техникум. Тоже не знал, что он здесь. Так. Пошли. Голубков сколько много. Никольский собор. Значит, Никола чудотворец. Вот я вплотную к нему стою. А ворота те хорошие. Вот сделали ворота. Заезжать. Это видно, что потом сделали. Не такого формата. И там церковное все отделили. Церковное. Распект называется. Пойдем. У меня уже в руках устала. В субботе день. Никто не перекрывал движение. Идут автобусы, народ едет. Ну, мало. И флажки. Флажки любимые. Красота какая. Как раньше говорили, лепота. Это Иван Грозный, да. Меняет профессию там. Лепота. Это что? Бюи МВД России. Барновский вредительский институт. МВД. Министерство внутренних дел. Вот они куда. Пошли. Пошли. Хорошенький мой. Идет само и терпит тоже. Не очень-то просился так. Вот какая оградка, красота. А там здание. Это жилые дома. Как сказать, дома-здание. А вот там здание какое. Смотрите, с какими куполами. Ну, напротив подойдем. Видно будет. Красота. Ну, а как там столы ставить-то? Круглые все никак. Столы и все остальное. Койки уже вплотную не подойдут. Много мне помог это училище. Большие военные палатки привезли. Три. Но привезли уже две. Тот, кто привез, видимо, взял себе. Так и сказал. О, самолетики. Так. И рядом цветы такие же, железные лежат. Ну, как придумали. А там самолеты идут. Ну, вон оно-то здание. Там модный дом внизу. Там что написано. И везде. Не вижу, видно или нет. Я вообще ничего не вижу. Это вот здание. Здание. Дальше вот здесь. Это прокуратура краевая рядом. И там это по правам человека что-то такое. А это ФСБ. Раньше называлось КГБ. Я по их ведомству два раза проходил. И почему-то мне всегда хорошие люди попадались. Особенно Никулин. Юрий Михайлович. У меня была ему кличка. Настоящий интеллигент. У меня в тюрьме из тюрьмы приехал на машине КГБ по полной форме. Щит и меч. И привез прямо домой. И говорит. Я вашей матери обещал, что я вас вытащу из тюрьмы. Очень хороший человек. И поэтому судить по организации никак нельзя. Ну, вот она стоит. Большая организация. Ну, люди работают. Что можно сказать? Только благослови Господи, чтобы охраняли порядок. Чтобы невинно осужденных не было. Видишь, как у них все здесь решеткой. Ворота. Это ограда. А это вот то здание, о котором я говорил. Ну, катится. ФСБ. Я обращался к ним, чтобы... Мне моя... Какая у меня кличка? Когда я в разработке был, а мне ответили. Никакой. Так и проходи, Лапкин Игнатий Тихонович. Я, говорю, добивался того, чтобы мне дали бесплатно. Проверили на детекторе лжи. Что я не распространял ложное. Я не враг Родины. Я заботился о нем. Ну, за архипелагу лаг меня затащили. А теперь в школе. В университетах продают. А вот памятник. Памятник с бородкой. Это они его поставили. Он вроде раньше стоял около МВД. Феликс Адмундович Держинский. Так. Сколько же он лет-то прожил? Что-то я слышал, что не так и много. 77, 26. 26 и 22. 48 лет. Ну вот так. Видимо, что-то делать будут. Березы какие красивые. Флаг вверху. Оно было серое здание. Сделали чуть-чуть серенькое. Меня тут допрашивали один раз. Никакого насилия не было. Я не должен говорить неправду. Скажут, что вас сломали. Вы их сотрудник были тайны. Меня всяческий клемят. Ничего подобного не было. Просто Господь Бог расположил их сердца. Когда меня выводили, я написал, отказывайся от помилования. В 80-м году еще. Он меня в эту бумажку взял, подержал и порвал. Никулин Юрий Михайлович. Улица Пролетарская. Ну, в каких улицах все. Ну, тут, видимо, ничего не усмотрен. Известный заслужен деятель Гуманский Алексей Павлович. Ну, не знаю я его. Из 23-го, 2005-го. Вот это здание. О, колеса большие такие. Клиника. Это меха. На юге-то, наверное, нету таких магазинов, чтобы меха были. А вот какие картины с праздником Победы. Это, похоже, летчик. Смотрит в небо. О, девушка-красавица. 9-е мая. С праздником Победы. Какая она смелая. А тут с праздником Победы. Два человека в пилотках с автоматами. Явно, что военные. Так, меха пролетарский. Кожа, дубленки. Ну, вообще, все здесь есть. И везде флаги. Флаги, флаги. Я могу только сказать, что это божественный флаг. Не человеком придуманный. Ну, тогда, когда никакой там курицы не рисуют на нем. А только вот так. И везде флаги. В домах. У меня, у нас собрание, где мы, трапезная висит такой флаг. У меня под иконой даже и то флаг там. Маленький такой ленточкой. А вот был, как говорят, главный дом. Крайком партии. Крайком партии. Красная. Я там был, когда мне было лет семь с отцом, инвалидом войны. Тогда был Беляев, если я не ошибаюсь. Глава. Вот салон красоты. Велонда. Что такое Велонда? Догадайся. Велонда. Вел. Аптека. А там теперь Краевой суд. И, видимо, другие какие-то суды еще есть по районам. Я не знаю. Ну, так. Я там много времени провел. И как-то зам Краевого суди Пашкова Виктора Ивановича проходит мимо, улыбнулся и говорит, Владкин уже все наши правила, параграфы лучше знаете, чем мы. Ну, только чтобы вернуть то, что у меня изъяли после реабилитации. 11 лет шел суд. И все дело назад повернул только Президиум Верховного Совета СССР. Краевой судья сказал, никогда этого не было, что по гражданскому делу этим делом занимался. А тут проходил здесь. Республиканский. Президиум суда. Потом СССР. И Президиум. Вот оно. А вот на этом я написал стихотворение. Стоит свой рот ощерев. По мёду птиц подставил голый череп. Вождь атеистов. Сон Миша Иуд. Вот оно. Самая ненавистная личность, как говорилось, священник Дмитрий Смирнов. Его и земляне принимают. Сколько он взял зла. За всю, наверное, мировую историю столько не было. Класс за классом вырезал. Выше антипатии никогда не было. У меня ни к кому такой. Видите, как подрезаны, пострижены. Из камня выложены. Это не из кирпища. Это профсоюзный какой-то знание. Пошли. Вот, да, это проспект Ленина. Что-то я тут не посмотрел, что тут. Тут обычно была гостиница. Я повернул назад. Не видать тут. Флаг там и всё. Гостиница была. Чуть ли не Алтай. Это гражданские здания. И там везде видно флажки. Аптека. Вот так. Дом получается. Так, и сюда, рядом. Торговый дом. Это же невский. Ну, просто не можем, блядь. Я за сладенью. Не идут. Можешь и капец. Пекарня Хлебникова. Хлебникова пекарня. Интересно. Должно быть вкусный хлеб тут. С Днём Победы. 9 мая. Это Сбербанк. Люди в... Комшусь на обед. Что-то не знаю. Искусство готовит вкусно. Любое блюдо. После 18-ти минус 30%. Меньше. Дешевле. Рядом. Вот. Кинотеатр Родина. Здесь была трагедия тогда. Работала женщина. Яговистка. Свидетель Яговы. Это Динамо. Женщина работала. Яговистка. И познакомились с кем-то, видимо. И он пришёл. И она ему открыла. А кто-то пришёл получать деньги. Окошко закрыто. Он недолго был. Вышел. А там она уже лежит убитая. С кем-то, значит, познакомилась. А он, видно, такой был. Убийца. А вот здесь часовенка стоит. Её не видно маленькой. Я не вижу, откуда её можно взять. Если отойти. Вот она даже, может быть, и видать её. Хотя, не включая, не видно мне. Вот самая-то родина. Трагический. Слышный дом. Рядом. Дорого далась победа. Говорят, 28 миллионов оставили. А немцы 5. Получается, 6 человек за одного платили. Что это означает? Тоже приветствуют. С днём победы. Спасибо, Христос. С днём победы поздравить. Вот видишь как. Не знаем ещё как. Побеждённые-то лучше нас живут. Побеждённые присылали помощь, когда трудно было. Вот это здание. Городской администрации было. Здесь был Баварин. Солдат рабочих депутатов. А это вот митрополия тут синяя. Алтайская. Это включили, значит, и песни военные, наверное, какие-то. А тут что? Коллективы какие-то. Коллективы. Тут почётные граждане Барнаула. Почётные. А в это лучшие люди года. Я не знаю, видно будет или нет тут. Вот. Ну и по фотографии все. Мужчины как один расстёгнутый. Или галстук, или расстёгнутый. Люди как будто не понимают. Это масонский знак. Вот проведу где. Все одинаково. Верхний кокол, чтобы расстегнул. Он даже не знает этого. Женщины все без подков. Вот, пожалуйста. Лучшие люди. А это за заслуги в развитии города Барнаула. Слава и гордость Барнаула. Вот так. Ну, а это революционеру какому-то памятник поставили. Сейчас посмотрим, кто это такой. Сапа. А. Ну, ясно. Безбожие. Нам там делать нечего. Мы уходим. Какие здания. Вот теперь. Там здание какое-то с круглым. Фронтон. Вот. Вот это был главный магазин тогда. Не главный, а был ЦУМ еще. Красный. Магазин красный. Шайсаев был, кажется. Директор приходил ко мне на дом. Помаленьку, которые не кондиционные, а помогали. Вот и здания такие. Тридцать. Тремя. Все. Пошли. Евроремонт. Евро. Все евро. А куда же Сибирь? Смотрела. То нельзя было, нельзя. И развития никакого не было. Даже батареи все заменили. Крышу все кроет. Материал какой тоже. Другой совсем. Ничего кроме шифера-то не было. А теперь советские войска из Германии ушли. Они считают от них какие-то волокна азбестовые, которые влияют на дыхательные аппараты. Ну и убрали все, перекрыли. Вот так. Идем ближе к дому. Вот это здание юстиции. Тут регистрируется все религиозное общество, гражданское. И был тут начальник Маковеев Валерий Иванович. Очень хороший. Приезжали они тут. Были у нас в собрании церкви. К нам никогда претензий не было. Вовремя перерегистрация идет. Свой юрист. Подожди-ка. Не знаю, видно, не видно. Это очень важное. Подожди-ка. Вот такие здания. Резиденция журналиста Полтайского края. Рядом. Ох, какие здания. Красота. Как говорят, лепота. Вон оттуда, видать, мост. Иди-ка сюда. Так, сидеть. 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 Там, видать, мост. Это МЧС здание. Подожди-ка, маленько. Тут больше ничего такого нет. Можно не снимать. Тот... Тот. 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 Продолжение следует...